Привет, меня зовут Аня. Несколько месяцев назад я чисто по приколу задалась вопросом, а смогу ли я вспомнить теорему Пифагора спустя два года после выпуска из школы и сдачи ЕГЭ. Прикол в том, что я не вспомнила. И это при том, что я все школьные годы, все 11 лет обожала математику, я в ней очень хорошо шарила все эти годы, и базовую математику на ЕГЭ я сдала на максимум первичных баллов, хотя я даже не поспала перед экзаменом, мне было очень плохо, но я все равно написала на максимум, настолько я знала математику. И всего через два года я не смогла вспомнить просто простейшую вещь, которую нам вдалбливали годами, это теорема Пифагора. С того момента мне стало очень интересно, на какие баллы я бы пересдала ЕГЭ спустя два года. У меня сложилось такое впечатление, что я забыла все материалы, изученные в школе, как только я сдала последний экзамен, вышла из кабинета, все, знания растворились вот так, и поэтому мне интересно провести такой эксперимент. Мои баллы на реальном ЕГЭ, русский язык 89 баллов, литература 73 балла, математика базовая 21 из 21, или же 5 баллов. Баллы, я считаю, довольно неплохие, это при том, что я вообще практически не готовилась, но подробное видео об этом, о том, как я сдавала реальные ЕГЭ, вы можете посмотреть вот здесь по подсказке. А здесь у нас такой чистый экспериментик, где я попробую это все дело заново и посмотрю, что же у меня там выйдет, насколько все будет плохо, насколько сильно я понижу, а может вообще повыше свои баллы. В общем, мне кажется, это интересно. Интересно, что за два года, не пользуясь этими знаниями, они могут выветриться вот так на изи. Я даже сейчас предложение с дипричастным оборотом составила неправильно. Давайте начнем. Сейчас я буду сдавать базовую математику, правда сейчас 23.10, ничего страшного, я думаю. Я тут даже для вайба взяла себе чай. На реальном ЕГЭ у меня был в термосе то ли кофе, то ли чай, но было что-то такое, не вода. Еще я взяла шоколадку, все как на настоящем ЕГЭ, и даже взяла паспорт. Это действительно чисто для вайба, потому что сейчас он мне вообще не нужен, просто зацените мою обложку. Ее на ЕГЭ надо снимать. Я очень надеюсь, что я напишу не ниже, чем на четверку. Вообще я очень хочу на пятерку, возможно, это какой-то мой синдром отличницы, но мне после моего результата на ЕГЭ очень не хочется упасть в грязь лицом и написать на 4, 3, 2, 1. Я не рассчитываю на максимальный первичный балл, потому что я, мне кажется, я нихрена уже не помню. Я хотела сделать так, чтобы вам было видно, как я что-то решаю. Это капец как неудобно, это очень плохо получается. Это очень неудобно. Поэтому извините, пожалуйста, у меня ничего не получилось с фотошопом и с этим стилусом, поэтому я буду писать на бумаге. О, господи, давайте начнем экзамен по математике. Я пыталась найти какие-то тесты, чтобы онлайн все было удобненько делать, но единственное, что меня смутило, что тут 20 заданий, хотя на обычном ЕГЭ было 21. Засеки 3 часа. Готово. 3 часа. Начинаем начать. О, господи, я так давно это не делала. Это кошмар. Значит, 3 и 2. Таков ответ. Подождите, а тут точку надо ставить или запятую? Могут с этим возникнуть проблемы. Ой-ой-ой. О, мой гад. Как это записать? Кстати, пока что, если честно, мне интересно. Короче, надо вспомнить, как делить 10 в какой-то степени, потому что я помню, что там эти степени, они просто как-то сокращаются, и вроде нужно вычесть. А 24 разделить на 6. Это у нас... По идее, ответ 4. Но я не уверена. 240 разделить на 6. И это получается 40. Ой, ладно. Пускай это будет правильно. Ивану Кузьмичу начислена заработная плата 20 тысяч рублей. Из этой суммы вычитается налог на доходы физических лиц в размере 13%. Сколько рублей он получит после уплаты подоходного налога? О, вот эта задача, которая реально очень пригодится в жизни, потому что я сейчас в жизни постоянно считаю свои налоги, свои доходы, проценты, вот это все. Поэтому в этом я шарю, это мне будет посчитать очень легко. Хорошо, что у меня налог всего 6%, а не 13, как у Ивана Кузьмича, а то от его 20 тысяч останется... Сейчас посчитаем, сколько. Вообще, я всегда считаю проценты на калькуляторе, и 100% это у нас единичка. Значит, 13% это 0,13. Мы просто 20 тысяч умножаем на 0,13 и получаем 13% от 20 тысяч. А нам потом это нужно еще вычесть. Но у меня сейчас нет калькулятора, и я не хочу умножать в столбик 20 тысяч на 0,13. Я 20 тысяч разделю на 100. Это у нас будет 1%. То есть 200 рублей это 1%. Дальше мы 200 умножаем на 13. 2 600. 20 тысяч минус 2 600. Это будет 17 400. Как обкрадывают Ивана Кузьмича? У него от 20 тысяч остается 17 400. Вот это уже задание прям легчайшее. Нам нужно просто 84 умножить на 12. А, нужно найти M. А, ой. Легчайшее. О, боже мой. Вот. Вот это задание. Найдите косинус А. Это А или Альфа? Я не знаю. Найдите косинус А, если синус А равно 0,8. Б 90 градусов. Меньше А, меньше 180. Чего, блин? Я не понимаю вообще. Я вообще не помню тригонометрию. Ладно. Тригонометрия пока. У меня ноль идей, как это решать. Причем задание записано очень странно. Я не помню, чтобы я хоть раз в жизни видела такую формулировку. Как оказалось, это просто какой-то тупорылый сайт, где они допустили наитупейшую опечатку. Они написали вместо русской И английскую Б. Ну, типа, знаете, одна и та же клавиша, да? И из-за этого я даже не поняла, что там написано. Я думаю, это что, Б умножить на 90 градусов? Или как это должно быть прочитано мной? Задание я бы все равно не смогла решить, если бы оно было записано правильно. Но вы дальше поймете, почему этот сайт тупорылый. Трижды семь, сорок... Ой, нет. Трижды семь, двадцать четыре. Двадцать четыре же? Я не помню таблицу умножения, ребят. Трижды семь, двадцать один. Какое двадцать четыре? Это трижды восемь. Значит, семь. Икс равно семь. Если бы я сдавала ЕГЭ не в качестве эксперимента, как сейчас, а в реальности, я бы постаралась очень хорошо подготовиться. Я знаю, что многие из вас сейчас как раз готовятся ко вполне реальному ОГЭ или ЕГЭ. Вспоминая себя в школе, я понимаю, насколько это сложно делать самостоятельно, особенно когда остается совсем немного времени. Поэтому, если вы ищете для себя проверенный способ подготовки, который поможет вам подготовиться с любого уровня знаний на желаемые баллы за короткое время, это умскул. Вас ждет индивидуальная программа подготовки, выстроенная исходя из ваших знаний и целей по баллам. Все обучение проходит онлайн на умной образовательной платформе, где собрано все необходимое. Вас ждут онлайн занятия с опытными молодыми преподавателями, которые всегда с вами на одной волне и помогут вам разобраться во всех темах, которые только могут встретиться на экзамене. Вы не зависите от времени и места, а пересматривать занятия можно в записи неограниченное количество раз. К каждому занятию у вас будут необходимые полезные материалы, от конспектов до рабочих тетрадей, а также много практики. Домашние задания и пробники будут проверяться максимально детально. Вы будете получать обратную связь от куратора и делать работу над ошибками, чтобы закрепить пройденное. Еще очень удобно, что можно самостоятельно следить за успеваемостью в реальном времени прямо на платформе. Еще одна крутая фишка Умску – за успехи в учебе можно получать баллы и потом обменивать их на скидки или мерч. Мне с моей прекрастинацией в школьные годы очень пригодилась бы такая мотивация. Поэтому, ребят, не теряем время. Переходите по ссылке в описании и узнавайте все подробности. Ну а чтобы ваша подготовка была не только эффективной, но и выгодной, записывайтесь сразу на несколько предметов и получайте скидку. Забором найдите длину этого забора, ответ дайте в метрах. Ой, ребята, ну это совсем уже какое-то детсадовское задание. Это у нас 800 плюс 900. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется из России. Насколько я помню, нам нужно поделить 7 на 35. Am I right? Так, смотрите, тут задача, где мне нужна площадь круга, по идее, или площадь цилиндра. Я помню, что на ЕГЭ даются справочные материалы, и, возможно, там есть формулы, которые мне нужны, потому что, конечно, я их не помню. Ребят, все честно, это дается на ЕГЭ. Ой, тут даже теорема Пифагора есть. Тут есть площадь цилиндра. Ура! Теперь это решить будет довольно просто, осталось чуть-чуть сообразить. И нам нужно найти H, и у нас два этих уравнения. Что с ними теперь делать? Короче, мне кажется, что ответ 10. Нет. Ответ не 10. Короче, просто 20 ответов. Серьезно? Это, ну типа, по идее, да. Ой, это было сложно. Будет забавно, если это еще неправильно. Я хочу шоколадку. Я вспомнила свои отдушины. Ой, а мне осталось совсем немного сделать. О, геометрия. Я люблю геометрию. Надеюсь, это нормальное задание. Господи, какой нафиг косинус? Задача очень простая. Если помнить, что такое косинус. Я не помню, что такое косинус. Но благодаря этой задаче я поняла, что это то ли катет, деленный на гипотенузу, то ли гипотенуза накатит. Нет, давайте сейчас сначала посмотрим в справочных материалах. О май гаад! О май гаад! Тут это есть! Ребята, я сейчас решу эту задачу. Значит, косинус у нас прилежащий. Катет, деленный на гипотенузу. Фух, слава богу, я решу эту задачу. Что я хочу сказать про ЕГЭ? Пользуйтесь справочными материалами, потому что они могут вас спасти, как меня сейчас. Их не стоит недооценивать, потому что я теперь понимаю, как решить эту задачу. Ура! Господи! Это ж изи! Получается, что АН деленное на 4 равно 0,8. Мы это все умножаем на 4. Значит, это 3,2. Фух, ребята, это было изи. Радиус основания цилиндра равен 13. Снова цилиндр. А его образующая равна 18. Если образующая это вот эта палка посередине и все параллельные к ней, то окей. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. Помните бы, как это решать. Я вообще не уверена, нужно ли это все решать для того, чтобы это увидеть. Я что-то не понимаю вообще, я не помню. Хотя эти неравенства были простые, я всегда их как семечки шелкала. А тут я что-то прям в замешательстве, если честно. Пусть будет 1, 2, 3, 4. Приведите пример трехзначного числа, сумма цифр которого равна 20, а сумма квадратов цифр делится на 3, но не делится на 9. Тут еще и варианты ответов есть, но вообще это задание не подразумевает варианты ответов. Там по идее нужно самому придумать. Но ладно, я просто прогоню все эти варианты ответов. Вы серьезно? Окей, это слишком очевидно. О, вот тут уже можно свой вписать. Утка за день заползает вверх по дереву на 3 метра, а за ночь спускается на 2 метра. Высота дерева 10 метров. Через сколько дней улитка впервые окажется на вершине дерева? Впервые. Получается, окей, я на всякий случай это сделаю. Вдруг там ответ не 10. На восьмой день. Guys. Не через 10, не через 9. Хорошо, что я решила перепроверить. Итак, узнаем результат. Ой, мне страшно даже смотреть. Вы издеваетесь надо мной сейчас? Так, что тут я ответила 1, 2, 3, 4? И окей, теперь гуглим все по очереди. Боже, я как будто списываю и ищу ответы на свои задания. Ребята, я уже пришла в кровать, потому что я очень хочу спать. И мой телефон почему-то решил выключить запись видео на самой скучной части, где я просто вручную гуглила все задачи, все ответы, чтобы посмотреть, сколько у меня правильных баллов и перевести их во вторичную оценку, так скажем. Ну, просто в оценку. Оказалось, что у меня 16 баллов из 20. Но я не понимаю, сколько это баллов из 21, потому что в нормальном настоящем ЕГЭ 21 балл всего. И если бы я решала с 21 заданием, и у меня было бы 17 правильных ответов, то у меня была бы пятерка. А так, за 16 баллов это четверка, но это порог четверки самой верхней. И да, я действительно отупела за эти годы, потому что я решала раньше на максимум, и у меня вообще таких траблов не возникало на самом ЕГЭ. Сейчас мне было, конечно, это делать намного сложнее, но оно как бы и неудивительно. Я сначала очень расстроилась, потом такая, господи, Ань, чему ты расстраиваешься, тебе зачем вообще это ЕГЭ? Тем более сейчас так не готовилась, ничего такого не было, поэтому все равно додумалась хоть до чего-то, хоть что-то вспомнила, и нормально. К тому же, возможно, если бы я писала нормальный вариант не на этом дурацком сайте, который я уже ненавижу просто всеми фибрами своей души, Возможно, у меня бы и пятерка была, если бы там было 21 задание. Я пойду спать, я уже очень сильно хочу спать. У меня где-то час или час-десять минут ушло на то, чтобы решить ЕГЭ по математике. Всем спасибо, ребята, всем спокойной ночи. Вкусненько? Ой, не, слишком сладко. Все же так пишут ЕГЭ, да? Сегодня у нас с вами русский язык, я морально настраиваюсь. Я сегодня работала целый день, и целый день была на ногах. И вот я приехала домой, и, конечно же, что меня ждет дома? Час ночи? Здоровый сон перед завтрашней работой? Нет. Я буду писать ЕГЭ по русскому языку. Также я не знаю, как быть с литературой, потому что, если в русском я сомневаюсь еще насчет сочинений, то в литературе я точно не буду писать пять сочинений. Ну, по крайней мере, в 22-м году их было пять. Нет, я не буду, я их точно не напишу. Я не помню ничего, и не помню никакие произведения. Поэтому я думаю, что по литературе я просто напишу тестик. Это никак не покажет мой бал, потому что там основной упор идет на сочинения. Но мы хотя бы с вами посмотрим, помню ли я вообще хоть что-нибудь. Я даже не помню, как там выглядит тест. Ребята, все. Мы пишем ЕГЭ. Написать ЕГЭ по русскому. Как сдать ЕГЭ по русскому на 100 баллов? Умскул. Вот умскул шарят, как сдать ЕГЭ на 100 баллов. Но я, к сожалению, сейчас с ними не готовилась, поэтому сдам, скорее всего, не на 100 баллов. Вот, онлайн-тест ЕГЭ 2024 по русскому языку. Какой ужасный сайт. Ой-ой-ой. Ой-ой, тут прям бланк. Охренеть. Засеки 3 часа 30 минут. Готово. 3 часа 30 минут. Прочитайте текст и выполните задание 1-3. Ой. Как я не люблю читать текст. Пифагорейскому учению. О числовой гармонии мироздания. О, Господи. Должен стоять на месте пропуска во втором 2. Обзация текста. Запишите этот союз. При этом абсолютно не важно, какой формат имеет картина. Горизонтальный или вертикальный. Ну, тут 100% или. Текст характеризуется типичный для официальной деловогости. Ой. 4 точно, да. Это не художественный текст. И это не официально деловой стиль. Научный стиль. Так, вот это интересно уже задание. Поделенный. Свекла. Нет, свекла. А, тут верно надо. Кралась. Нет, кралась. 2-3 точно влетают. Диспансер. Диспансер или диспансер. Че у меня ноут так гудит? Тебе тоже сложно это переваривать, да? Плодоносить. Нет, плодоносить. Что за сложные слова? Я таких не встречала, когда писала ЕГЭ. И вообще это задание усложнили. Раньше, в мое время... Что-то я постарел. Оно было легче. Нужно было выделить неверное слово. Оно там было одно. И это было что-то типа, ну вот, свекла. Свекла это точно неправильно. Что у нас либо 4, либо диспансер, либо плодоносить это правильно. Хорошо, пусть будет диспансер, потому что плодоносить звучит уж как-то слишком тупо. Будет мем, если это окажется неправильно. Или если и тот, и тот правильный. Исправьте лексическую... О, вот это я люблю задание. Вот это оно мне всегда легко давалось. Сейчас будет забавно, если в 2024 все нахрен усложнили. Корабль сделал остановку в ближайшем порту, чтобы наполнить запасы продовольствия. Пополнить. Отредактируйте предложение. Исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употребленное слово. Запишите это слово. Все это обрушилось врасплох. В последних двух словах явно есть какая-то ошибка. Все это повергло. Повергло. А так говорят повергло. Да. Повергло врасплох. Пятеро волчат. Все правильно. Эти ступеньки круче. Все правильно. Ну, вряд ли крутые. В ожидании хороших новостей. Все правильно. Громадные якоря. Возможно, якори. Самый способнейший ученик. Вот, здесь ошибка. Самый способный. Нельзя сказать два раза наивысшую, типа, превосходную степень. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены. В чем тут у нас сложность? В том, что тут у нас пять вот этих штук. А тут их девять. Ну, вот это я люблю. Помню, как мы его подробнейшим образом разбирали. Ну, было это, правда, два года назад. В разные исторические периоды применялись различные строительные материалы, соответствующие техническому развитию времени. А что не так в этом предложении? В этом виде спорта установлено три новых мировых рекорда. А что не так? Согласно предложению... Во. Согласно предложению... Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом. Вот. Б. Это у нас три. Блокнот. Мне просто нужно куда-то записать. Ё-моё. Я что-то взламывала, кажется, извините. Все, кто присутствовали... Так, всё, сразу. Все, кто присутствовал. Это нарушение связи между подлежащим и сказуемым. Да. Все. Кто? Что делали? Что делал? Кто присутствовал? Нет. Все. Кто? 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 Присутствовал? Короче. Я больше, чем уверена, что вы это четыре. Дает несколько интересных работ, раскрывающие новые стороны его дарования. Работ раскрывающих. Нарушение в построении предложения с дейпричастным оборотом. Это у нас причастный оборот. Это у нас Д. Нарушение в построении предложения с причастным оборотом. Я надеюсь, вы знаете, как отличить причастие от дейпричастия. На всякий случай расскажу. Причастие отвечает на вопросы «что делающий» и «как». А дейпричастие отвечает на вопросы «ой». Заново вырежу. Неправильно все сказала. Причастие отвечает на вопросы какой и что делающий. А дея причастия отвечает на вопросы как и... А глагольный вопрос задам какой. Как? Играючи. Что делая? Как и что делая? То есть дея причастия у нас похожа на наречие, а причастие у нас похожа на прилагательное. Д5. Ребят, ну остался порох в пороховницах В итоге результат 0 баллов Смело выступая против деспотизма Композиторам были воплощены гуманистические идеалы Вот тут неправильно Вот это у нас как раз Г Как должно быть Смело выступая против деспотизма Композитор воплотил гуманистические идеалы Где и причастие у нас относится к глаголу Ой, что я сказала, подожди Все, я не буду умничать Я просто знаю, что у меня правильный ответ Сейчас наговорю 9, 3, 4, 8, 5 Пловец Ну я точно знаю, что пловец От слова плов Привилегия Как сложно без Т9 Не, подождите, знаете, как я на ЕГЭ по-русскому проверяла Когда я не была уверена Я начинала это слово писать И вот когда я его пишу, возможно у меня что-то йогает Если это неправильно Привилегия Я уже потеряла смысл этого слова Покажите варианты ответов, в которых у всех слова Да ё-моё А можно не одинаковые задания какие-нибудь давать? Да, там точно твёрдый знак У меня как-то визуально И вот когда я пишу Лучше воспринимается Там точно твёрдый знак Значит 2 у нас тоже правильно Так, ну если 4 и 5 правильно Значит 3 неправильно Ребят, меня уже задолбали эти задания Одинаковые Следующие 2 задания такие же Насчёт денег можете не беспокоиться Что бы ни случилось, нас есть кому поддержать Ребята, что бы ни случилось Пишется всегда раздельно Мы также можем переставить Что не случилось бы Если мы можем эту частицу бы переставить Поэтому этот вариант нам не подходит У нас какой-то курс подготовки к ЕГЭ начался Но есть какие-то вещи в русском, которые я помню хорошо Вот это задание мне легко дается Ой, НН Ну попробуем на чувстве Вот это вот, знаете, вот это чувство грамотности Вот я на нём вывозить стараюсь Представители позднего классицизма были убеждены Тут точно 1Н Что искусство предназначено 1Н Для глубинного постижения человека и мироздания 3 Единственный вариант ответа Укажите предложения, в которых нужно поставить 1 запятую Но с этим у меня хорошо По идее Над степью бешено мчались чёрные тучи И метались несчастные птицы Тут тоже 1 запятая Потому что у нас здесь 2 основы Мет... 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 Подождите, а там разве не было какого-то правила Что... Хотя нет, не было Расставьте знаки припинания Блин, подождите Точно не было такого правила Что если 2 грамматические основы И они соединяются с союзом И, то там не нужна запятая Нет, там наоборот нужна запятая Стучи, моя машинка Ну, моя машинка это обращение Оно по идее всегда выделяется запятыми Неси, старуха, всякий сдор Тоже обращение Колись давай, моя подруга Опять обращение Тебе, пожалуй... А может быть такой ответ? Может ли быть у меня ответ на задание 18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Тут, может быть, есть какой-то подвох Ладно, нет, я оставлю такой ответ Найдите... Ой... Длинный текст Найдите предложения, в которых тире 100... Ой... Только не задание с тире... Пояснение Правило новое придумал Как будто все сначала А это тут у нас уже не прямая речь Это уже другое правило Короче, как бы это... Как бы мне назвать это правило сегодня? Ты из Смоленщины Вот и пиши Ну, это как бы... Ты из Смоленщины И из этого следует Ну, я так и напишу, знаете Следствие Пояснение Что-то слишком до хрена я правила всяких придумала, да? Ё-моё, это ещё хуже Тот, кто любит искусство истина Кто любит поэзию и литературу Не должен искусственно ограничивать себя Только одной сферой И пребывать в полном равнодушии к музыке К танцу, к изображению Какое-то душнильство уже пошло в этом тексте А почему кто-то кому-то что-то должен? Извините, я вот уже в первом предложении Не согласна с мнением автора А дальше я долго читаю текст И ругаюсь на мнение автора А потом я выполняю задание Но эта часть ЕГЭ по-русскому кажется мне самой скучной Поэтому давайте просто посмотрим результаты Так, всё Ура, я всё сделала Ребята, мне волнительно О, это я нифига себе Это я час-пятнадцать минут это всё делаю Час-пятнадцать минут Только тестовую часть Фух, ну ладно 23 из 29 А почему 23? Так, ладно, давайте Что неправильно Это у меня аж целых 6 ошибок Ну я намного хуже написала Правильно, правильно, правильно Неправильно 1, 3, 5 Кралась? Что? Подождите Ну ведь в прошедшем времени В женском роде Ударение на последний слог А, всё-таки Плодоносить Но диспансер Ну я так и знала Вы ответили Повергла Правильный ответ Неожиданно Или вдруг Или застала Или застигла Так говорят Повергла Да А, застала Врасплох А не повергла 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 в шок А не врасплох Ладно, тут я протупила Это глупая ошибка Вы ответили Правильно Способна Так, правильно 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 Неправильно А, преподнести Блин, я подумала О другом значении слова Почему-то подумала Преподнести Как типа Ну, при Поднести 1, 2, 3 А тут 3 Неправильно Застревать Девчонка А, девчонка Ой, я что-то вообще Как-то туплю Жёстко Жёстко Ещё одна неправильная 2, 3 В смысле Вскоре со всех сторон У нас окружилась Сплошная беспросветная тьма Где тут нужна запятая Вы смеетесь надо мной? Над степенью Бешеном челезь Чёрной тучи И метались Несчастные птицы Понятно И я всё-таки Была права Насчёт того Что там В каких-то там Случаях Чё-то там Если Есть одна Основа И вторая И они соединены С союзом И А, когда у них Короче Ребята Всё, я вспомнила Это правило Когда У вот этих Двух основ Есть какое-то Связующее звено Вот тут В данном случае Над степью То есть Чёрные тучи Мчались над степью Метались птицы Тоже над степью Либо Этим словом Обобщающим Может быть Типа Сегодня вечером Утром Короче Вот какое-то Обобщающее слово И если обе основы Относятся к нему То значит Перед И Не нужна запятая Ну снова Протупила Вот ещё Аж задумалась Об этом Такая Да не Там нужно Вот как только Вижу ошибки Сразу начинаю Вспоминать Весь этот русский Ну ладно Стирая мне Даже разбираться Лень Окей Пусть будет так Так Тут всё правильно По тексту Правильно 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 Вот все задания По тексту Я кстати Правильно Выполнила Ну слушайте Ребята Получается 73 балла Из 100 И кстати Оценка Отличная Типа да Ну условная пятёрка Начинается от 70 Как мне говорили Поэтому в принципе Написала на 5 Расстроена ли я Таким результатом Да Чтобы вы понимали Я и результату 89 была расстроена Я надеялась Написать не меньше Чем на 90 Но если честно То что я сдала Сейчас ЕГЭ на 73 100 Не мешает мне Грамотно Владеть Нашим Могучим Великим Русским языком Ну окей Получается у меня По русскому Стал результат Как по литературе Давайте по литературе Я короче Тест Попробую Пройти тоже А это Тут не такие вопросы Как на ЕГЭ Ладно Давайте просто Всё равно Я бы этим Тестом ЕГЭшным Не поняла Типа Какой у меня балл Поэтому Давайте ответим На какой-то Тестик Из интернета Который Выявит Сдам ли я ЕГЭ по литературе Начнём с простого Это произведение Вы точно читали Укажите жанр К которому Относится пьеса Николая Гоголя Ревизор Кстати Я действительно читала Эту пьесу Что странно Потому что я почти Ничего не читала Роман Трагикомедия Драма Комедия Ревизор Это комедия Ой Сразу даже ответ Выдаёт Запомните пропуски В тексте А может и в своих Знаниях Хороши Стихотворение Гамлет Относится К литературному Роду А роман Доктор Живаго В который Стихотворение Включено Автором К роду Литературу Так Гамлет Это Шекспир Не знаю Стихотворение Гамлет Если честно Так Но Что-то мне Подсказывает Что к лирическому Потому что Это стихотворение Пусть будет О Нифига себе Я права Ну потому что Гамлет Если это стихотворение Значит это Лирика Ладно Окей Ребят У меня уже Шансы 20% Сдать ЕГЭ по литературе Назовите Род литературы К которому Относится Пушкинская Капитанская Дочка Драма Лирика Эпос Драма Оу Копическому Я так и подумала Что Эпос Я не помню О чем Капитанская Дочка Я ничего не помню Но кстати Капитанскую Дочку Я тоже читала На удивление Уже на 10% У меня Меньше шанс Сдать ЕГЭ по литературе Ну я могу Снизить до 70% Потому что Создала ТН73 Значит у меня Есть 3 Вопроса На которые Я могу Не ответить Как называется Прием Основанный На резком Противопоставлении Предметов И явлений Оксюморон Я причем Кстати Даже не прочитала Другие варианты Ответов Я искала Глазами Оксюмона Блин Ну конечно Это антитеза Ой все Идите в попу Я не знам Литературу Ну конечно Литература Точно нет Математика И русский Там еще Хоть как-то Да Что-то Но литература Как называется Стилистический Прием Основанный На повторе Одинаковых Гласных Звуков В стихотворении В стихотворной Строке О Это я знаю Да А Тут гласных Я пропустила Слово гласных Я еще задумалась Странный вопрос Обычно там гласные Согласные Различаются Не Мне стыдно Будет это выкладывать Потому что я это все знаю Но я просто Глуплюсь Сейчас очень сильно Как называется Способ изображения Внутренней жизни Персонажа Ирония Нет Мистицизм Нет Психологизм Психологизм Установите соответствие Между образами чиновников И соответствующими Произведениями Николая Гоголя Ой-ой-ой Вот тут Сейчас Ребят Я ничего Из этого не помню Я не знаю Пусть будет Вот это О Нормально Какие художественные Средства Используют Пастернак В отрывке Этого стихотворения Разлито солнце По земле Это метафора Наверное Как живопись В цветном стекле Вот это сравнение Так У нас тут Первая и четвертая Точно есть Блин Литота Я вообще не помню Что это Такое слово смешное Литота Один четыре Есть такой вариант О Я же говорила, что это сравнение метафоры Причем я сама нашла, даже не смотря В эти варианты ответов Как называется резкое столкновение героев Обстоятельств в художественном произведении Я думаю конфликт Да Перечислите художественные средства и приемы Которые использованы в этом отрывке Начнем с того, что мне было сложно это прочитать Эпитет Есть тут эпитет Гипербола Ну, наверное, нет Инверсия Ну да, инверсия здесь есть Значит, 1-3 Сравнения нет А, асана Господи, асананс Это вот эта штука с гласными Ну да, асананс, мне кажется, здесь есть Мой ответ 1-3-5 Абсолютно правильно Ребят, все Я допустила три ошибки Я, в принципе, подтвердила свой результат по литературе 73 балла То есть, в принципе, я сдала точно так же, как и сдала бы Если бы я еще не тупила И отвечала то, что я знаю Но я чуть-чуть дольше бы подумала И не искала, блин, оксюмора на этот Было бы вообще шикарно Короче, результат по литературе будем считать, что 70 Потому что 7 из 10 Это 70, ребят Не важно, что это вообще не ЕГЭ Но литературу я по приколу написала Это не настоящая ЕГЭ Ну, конечно, да, ребят Я так далеко никуда не уеду Что я могу сказать, ребят? Это было жестко И это немного ударило по моей самооценке Но знаете, что я поняла? Что у меня до сих пор остался синдром отличницы Потому что мне обидно, что спустя два года За которые я ни капли ни разу не пользовалась всеми этими знаниями, которые были даны Ну, кроме русского разве что Несмотря на это, я написала хуже И написала сильно хуже Делала какие-то глупые ошибки, где я все знаю Но из-за того, что я давно этими знаниями просто не пользовалась Давно это все не применяла У меня были какие-то глупости Какие-то странные ошибки И это ничего страшного Я правда немного расстроилась Не в сильных каких-то масштабах Но я не понимаю, почему Мне это ЕГЭ сейчас И эти баллы, на которые я сейчас ради эксперимента написала Они нафиг не сдались Я не готовилась к этому Я не буду с этими баллами никуда поступать Чему вот это вот разочарование в себе Я не понимаю Прикиньте, вот насколько у меня в голове вот эта штука сидит Что я должна быть крутой Учиться на пятерке Несмотря на то, что я сейчас даже не учусь Что это вообще за бред? Это насколько сильно он въедается в наши головы Я хочу пожелать всем, кто сдает ЕГЭ скоро или ОГЭ Кто будет сдавать в следующие годы Я хочу вам пожелать удачи, сил, терпения и спокойствия в этом всем Потому что это то, чего очень сильно многим не хватает Очень многие стрессуют, волнуются Хотя это не какой-то решающий этап вашей жизни Как все отовсюду трубят Это правда просто экзамен Его можно пересдать Ваша жизнь не перевернется Если вы сдадите плохо Я всегда об этом говорю И хочу напомнить вам об этом еще раз У вас есть куча путей, куча возможностей Как можно свою жизнь в какую сторону повернуть И ЕГЭ это просто какая-то одна направляющая Что-то может не получиться Она чуть-чуть поменяется Но есть разные пути развития событий Не стоит настолько сильно серьезно к этому относиться Расслабьтесь Вы через и пару лет, и через пять лет себе вообще спасибо не скажете За то, что вы так из-за этого тогда переживали Столько нервных клеток потратили А вот сейчас сидите И вам эти результаты, они вообще не уперлись Спасибо большое за просмотр Надеюсь, вам было интересно И всем пока До новых встреч